музыка это не работа работа это поебота работа это когда результат можно потрогать короче хотелось мне вот этот видос глянуть вот гляну спасибо за комментарии лайки подписки с колокольчиком спасибо за то что заходите на стримы самое большое спасибо донатерам давайте глянем вы знаете мне кажется эта проблема берет свое начало где-то из фразы работа это когда результаты можно как-то ощутить руками и потрогать их на тогда человеку который говорит такие вещи можно задать один вопрос ну например программисты которые пишут программное обеспечение мобильных телефонов для ну коммунисты ебучие тебе скажут что долл пусть бесплатно делают приложений которые выполняют огромный объем работы и все это поворачивать в своей голове это тоже не работа вы программу не можете потрогать руками вы можете на неё посмотреть но вы не можете перечислить то же самое с фильмами фильмы съемка фильмов, это тоже, наверное, не работа, потому что их нельзя потрогать, их можно только... Нет, пусть, пусть бесплатно фильмы делают, да, да, пусть кто-нибудь другой заплатит, пусть кинотеатры люди ходят, я буду бесплатно дома смотреть, блядь. Не, ну я таких лобоебов сам ненавижу, конечно, но... Ну, типа, да, некоторые люди реально так считают. Смотреть. Это же так легко всё, как вот, знаете, очень часто говорят, реализация там какой-нибудь Игры престолов, например, говно, ещё что-нибудь. Но когда смотришь, как это люди делают, как всё это происходит, как это снимается, это просто настоящая жесть. То же самое с программистами. Посмотрите на учёных, которые занимаются там физикой и... Ну и плюс, как бы, при чём здесь ты? Не могут, естественно, попробовать какие-то мельчайшие детали. Просто тут недавно в комментариях у нас состоялся интересный диалог с одним человеком, которым я просто даже перестал отвечать, потому что, ну, это отбитый на всю башку человек, который вообще не понимает, что происходит в этом мире. От себя скажу, я просто максимально уверен, что в ближайшем будущем человечеству не потребуется физическая работа. То есть, я имею в виду, не будет работы, которая выполняется непосредственно руками. То есть, будь то сборка каких-нибудь агрегатов, ещё что-то там, автомобили уже роботы собирают. Всякую технику уже роботы собирают. То есть, всё это будет выполняться машинами, которые способны выдерживать огромные нагрузки, и при этом при замене запчастей будут продолжать... В смысле? А как же? А как же Маклауд, бля? Где он охранником будет работать? Ты чё? Какие роботы? Какой... Как ты... Зачем роботы нам? Не, Маклауда наймём. Практически эффективно работать. И будем ему 50 тысяч платить, чтобы как в Америке. А у человека останется один единственный способ работы... И долларов, естественно, 50 тысяч. Это творческая работа. То есть, допустим, если это неизигал. Это, знаете, какая-то тема. Робот не может написать симфонию, написать картину-шедевр. Это, наверное, до момента, когда реально появится настоящий искусственный интеллект. И до этого самого момента человеку придётся выполнять работу, которая связана непосредственно с креативностью. Разработать новый дизайн, написать музыку, придумать программу, которая будет выполнять определённые действия. Придумать программу, которая будет управлять роботом. Точно так же, как, допустим, людям не нужно будет спускаться в шахты и копать, потому что за них это смогут делать автоматические роботы, которые работают за счёт программы, написанной человеком, который её придумал. Но сегодня мы с вами говорим непосредственно о музыке А именно о том, что у нас почему-то люди, да и большое количество людей в мире Читают, что музыка это не работа Вы по-любому слышали от... Не, на самом деле, конечно, работа, блядь То есть, все очень просто Что делает музыка? Музыка приносит удовольствие То есть, человек, который послушал какую-то песню Он получил от нее удовольствие, эмоции Он как-то развлекся То есть, человек выгоду получает Если человек получает выгоду То, значит, за эту выгоду он что-то должен отдать взамен Вот и все Соответственно, музыка, так или иначе Кем-то, но должна быть оплачена Может быть, в маленьком объеме Может быть, там это одна копейка за одно прослушивание одной песни Может быть, это за счет рекламы ВКонтакте Может быть, это за счет платной подписки, которая 200 рублей в месяц Может быть, донатами Может быть, там еще что-то Но музыка Причем не концерты Не обязательно концерты Не обязательно Там Не знаю Продажа мерча и прочее А вот сама песня Ну, то есть, она вполне себе Имеет право на то, чтобы быть оплаченной Если человек хочет раздавать ее бесплатно Ну, пожалуйста Это, думаю, его право Но если он хочет получать деньги Он полное право имеет требовать этих денег себе Вот, просто потому что Ну, скажем так Человек, который подарил миллиону людей удовольствие Заслуживает какой-то отдачи Вот и все Я думаю, это должно быть справедливо Так, что дальше? Своих друзей, родителей Там Счет программы, написанный человеком, который ее придумал Но сегодня мы с вами говорим непосредственно о музыке А именно о том, что у нас почему-то люди Да и большое количество людей в мире Читают, что музыка – это не работа Вы по-любому слышали от своих друзей, родителей Там, знакомых, дедушек, бабушек Что музыка – это не работа Музыкой не заработаешь Это совершенно вообще не то То есть, это вот какая-то развлекушка В случае с кардинальными такими, знаете, ответами Можно показать разных музыкантов Точно так же, как можно сказать, что, допустим, съемка видео для Ютуба Это не работа Это может быть хобби, которое приносит вам деньги Которое вас обеспечивает и позволяет вам заниматься этим хобби Точно так же, как и мы То же самое с Ютубом То есть, типа, там, стримы – это, блядь, не работа Это, там, попрошайничество Ютуб – это не работа И вообще все должны все делать бесплатно И без рекламы И просто, я не знаю За лайки, блядь, трудиться Или, там, за три копейки какие-то Ну, нихуя То есть, для того, чтобы Ну, допустим, вот я, даже я Для того, чтобы сейчас сидеть Щелкать еблом Нести хуйню И чтобы меня хотя бы Хотя бы сколько-нибудь людей смотрело И хотя бы сколько-нибудь донатили До этого Я дохуя чего сделал Это раз То есть И плюс люди, которые приходят И которые донатят Они это делают Потому Что То удовольствие Которое они получают Взамен Больше, чем то Сколько они мне отдают Грубо говоря Вот и все Ну, то есть, примерно Как-то так это устроено И, соответственно, поскольку Не знаю Я им не то, чтобы даже там Нужен или необходим Но вот, как бы Я есть И они, типа, такие О, а чё бы И не заданатить Моисею Соответственно Всё весьма Справедливственно На самом деле Не справедливо Я думаю, я должен быть Богаче В несколько раз За счёт пары Там Как минимум пары Там штук, которые я делал Ну, ладно уж Музыка Это шоу-бизнес Это двойное слово Я уже неоднократно вам об этом говорил И когда человек Строго уверен В том, что музыка Это не работа И за неё платить не надо То я думаю, что ему стоит Предложить Попробовать пожить Без зарплаты Пару лет Может быть, тройку Или пять лет Чтобы он понял Что такое Когда за работу не платят То есть, представьте себе Музыкантов, которые Вкладывают, там, не знаю Полмиллиона рублей Например, в запись альбома Который просто потом Покупает, там, допустим Тысячу человек Потом, не знаю Двести рублей Ну, это не работа Это бизнес То есть, тогда не путай Работа и предпринимательство То есть, когда ты занимаешься музыкой Если ты делаешь именно Свой проект Свою рок-группу И ты считаешь себя Не просто рядовым Рабочим, скажем так В этой группе А именно Её лидером, да Если ты лидер То это твой бизнес А бизнес Это только такая штука Он может прогорать Да Вот Ну, то есть Согласен Несправедливо Если, допустим Грубо говоря Клиенты у тебя есть То есть, куча фанатов У тебя есть Но при этом Бабла у тебя нет Да, это несправедливо Но если человек Вложил полмиллиона Ну, и в бизнес Человек может вложить Хуёвый И прогореть И проебать полмиллиона Вот Соответственно А если ты рабочий Грубо говоря Если ты играешь в группе Ты Ну То есть Лидер в коллективе Кто-то другой И тебе не платят деньги То, скорее всего Тебе не платят деньги Либо потому что ты Скажем так Хуёвое место работы Выбрал Либо ты сам Ну, скажем Хуёвый работник То есть Ну Это можно воспринимать Как хобби Вполне себе И самому вкидывать Там что-то в это Вот Ну Я думаю Я думаю, что Ну Опять же Ценный Грубо говоря Какой-нибудь сотрудник По тем или иным причинам Ценный Да Он может Найти себе Именно работу Да Грубо говоря Музыкантом Вот Ну точно так же Как и Прошаренный Скажем так В этом бизнесе То есть Это и музыкант И человек с грамотным подходом Вообще В принципе Ну либо это может Обычно там делать Музыкантам музыку А продюсер Продюсирует там все Да Ну соответственно Он может превратить в деньги Все это Наверное Ну то есть да Как бы Прогореть-то оно может Но сам факт того Что если это кому-то Удовольствие приносит То это удовольствие Должно быть оплачено Да Это конечно Однозначно Либо рекламой Либо там Пожертвованиями Либо чем-то То есть То же самое Любой паблик Вконтакте То есть вот Есть реально люди Которые Я просто всегда Бля Охуеваю Типа Не пошли бы вы нахуй Долбоебы Админы Вот допустим Там делают паблик На сто тысяч Там человек Типа Это ж сколько Блядь нужно его Вложиться в рекламу Делать регулярный контент Какие-то Да даже если пиздят Контент Все равно Подборки вот эти Составлять Загружать Скачивать Там что-то еще Там Всякой хуйней заниматься Да Чувство юмора Шутить Там Не знаю Хую стопердумора И прочее 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 Вот И Типа потом Ну допустим Не знаю Чтоб тысячу рублей Там сраную заработать Он какую-нибудь рекламу Короче Впередуливает себе И блядь Просто весь народ На говно исходит Вот вы Блядь Хуесосы Петухи Продались Блядь Думаю Ну вы Блядь Пидеры Конечные Конечно Срать в рот вам Таким гандоном Вот Но с другой стороны Да Опять же Можно вложиться в паблик И проебаться Грубо говоря Дальше что Копейки Реальные копейки Когда там пятеро музыкантов Которым еще надо было Заплатить за кучу мелких расходов Когда там все это происходит То есть денег практически не остается А потом фанаты Вот эти же вот самые Которые говорят Что музыка это не работа Блядь Меня блядь Как заебали пиздец Когда новые песни А когда ёбта блять Ты хотя бы репост А сколько альбомов ты купил Наших альбомов сколько ты купил Причем обычно так жестко Я отвечаю человеку Который начинает Меня реально доставать тем Что почему так долго Начинает меня оскорблять Еще как-то Как будто им все Чего-то должны Я вообще никогда не пойму Представьте себе, что музыка Это, допустим, если взять музыкальный коллектив Такой же бизнес То есть, вы работаете И продаете чей-то мерч То есть, вы работаете на музыканта Который дает вам возможность Заработать деньги Получая процент продаж мерча То есть, фактически Вы работаете на человека Который занимается музыкой Которая не является работой Вот эту логику у людей Мне кажется, в голове не защелкивается Когда звукорежиссер работают на группу Получается за эту денежку Это, наверное, тоже не работал Он всего лишь, что там пульт Трогает Звук, который выходит из Порталос Нельзя потрогать, это нереальная работа Или там тот же самый световик, но это тоже нельзя потрогать В случае с музыкой, это огромная-огромная структура, как и любой другой бизнес Вы просто представьте себе, допустим, человек работает в магазине на кассе, продавец Это человек, который работает на отделении магазина, в котором есть свой директор Там есть охранник, есть уборщик, есть еще кассиры, есть там... Ну вот опять же, то есть долбоебые тут скажут, что звукорежиссеру платят музыканты Потому что это музыкантам нужно, чтобы он им сделал А я почему должен платить за музыку, блядь, типа? Я могу и бесплатно ее послушать То есть, ну... Леос немножко недооценивает долбоебизм, скажем так, людей, которые считают, что они не должны платить за контент Я просто, ну... Я представляю их логику, к сожалению Менеджеры торгового зала — это все люди, которые работают на это отделение, которое работает на огромную сеть Да и с музыкой, собственно, то же самое получается Просто вот эта огромная сеть — это и есть, допустим, музыкальный коллектив Или, допустим, лейбл, который продает музыку Точно так же, как я слышал фразы про то, что фотографирование и видеомейкинг — это тоже не работа Это так, развлекаловка Праздники фотографируют, концерты снимают Разные репортажи, пейзажи животных — все снимают Журналы платят фотографам огромные бабки за хорошие фотографии Это тоже, наверное, не работа Потому что не работа Я больше чем уверен, что если человеку, который утверждает, что это не работа, это так чисто прикол Дать просто вот, на, держи фотоаппарат, например Дай там, держи гитару И сказать ему, вот, там бежит гепард, сними его, пожалуйста Причем со сброшенными настройками Дать, чтобы он, раз это так легко взял, это и снял Гепарда поймал просто с идеальными ровными, сфокусированными кадрами Или человек, которому дали гитару, просто такой А чё там, взял, записал альбом китовый А чё, гепарда, хотя бы, блядь, не знаю Да чё угодно с фоткой красиво вообще Чтобы это можно было применить Чтобы журнал это мог купить, предположим Или что-то типа того И чтобы на телевидении эту фотографию можно было использовать там в репортаже Сразу же, сходу И такого плана параллели можно придумать много Если вам, например, родители говорят, что музыка — это не работа Приведите им пример с магазином Просто параллель Занятие музыкой — это, в принципе, то же самое То, что пытаться открыть свой магазин То есть вам нужно подниматься с полного нуля вообще У вас не будет такого, что у вас есть какой-то готовый старт Если у вас, конечно, есть фига бабок, то вы можете нанять человека, который вам напишет музыку Нанять людей, которые вам эту музыку сыграют Будут с ней выступать, а вы будете просто круто смотреть то, что это ваша группа типа продюсер Такой денег вложил Но это уже, опять же, бизнесмен, а не музыкант Это не прямое занятие музыкой Здесь на эту тему можно, я не знаю, я могу просто десятками часов про это рассказывать И если у вас какие-то вопросы возникли на музыкальные темы Желательно не вот эти, знаете, как тебе вокал того, этого или вот этого Потому что на другом канале меня надо спрашивать Подписывайтесь на меня в инстаграме, ссылочка есть в описании И если у вас возникает какой-нибудь интересный вопрос Присылайте мне его в качестве видео, вы просто в директ инстаграма И попадете в следующий влог, если вопрос будет реально адекватный и интересный Так что я жду ваших вопросов в инстаграме в директе И увидимся в понедельник, пока Ну, как-то так, не знаю, что еще сказать Все, в общем-то, спасибо за просмотр, господа Надеюсь, вам было интересно Видос заканчиваем И стрим, пожалуй, что тоже заканчиваем Потому что что-то как-то жухло Продолжение следует...